Вербное воскресенье – один из любимых православными праздник. На аналоях икона Христос на Ослике, въезжающий в Иерусалим, в руках букеты в посте послабления. Митрополит Антоний Сурожский называет этот праздник одним из самых трагических. Ведь Христа, бросая под ноги одежды, встречают ликующие толпы, как своего нового вождя. Героя, победителя, крича «Осана» сыну Давидову. Но через несколько дней эта же толпа станет требовать его распятия. Мы – простые люди, выступаем как преступники. Об этом по окончании Божественной Литургии говорит благочинный архимандрит Нестор, который возглавил в этот день богослужения в Спасском храме Силаусова в сослужении священников Михаила Гурюнова и Вячеслава Мухина, а также диаконов Сергея Сахарова и Ильи Есина. За богослужением пели детский и взрослый хор из Спасского храма. Отец благочинный в своей проповеди призвал присутствующих в храме задуматься, удалось ли за прошедшие 40 дней поста сделать шаг к Богу, предложил задуматься над случившимся в Иерусалиме. Где мы? С толпой, которая приветствует его? Или с истинными учениками, которые, несмотря ни на трудности, ни на страх, ни на падение, снова вставали и шли ко Христу. Сегодня тот день, когда мы можем исповедовать радостно свою веру в Бога. Господи Царя Асанна, сыну Давидову, благословен гряды во имя Господня. И дай Бог, чтобы мы шли вместе с Ним во имя Господня. С праздником всех! Дорогие братья! Сделать реальный шаг к Богу в Усове помогают. Следуя традиции, установленные в этих местах святой великомученицей, великой княгиней Елизаветой Федоровной и ее мужем, великим князем Сергеем Александровичем, помолясь, накануне Пасхи устраиваются благотворительные базары. В традиции то, что на продажу выставляются предметы, изготовленные своими руками. Воспитанники воскресной школы с Пасхого храма вместе с родителями и педагогами несколько недель изготавливают предметы декоративно-прикладного творчества. Обвязывают кружевом полотенца, шьют кукол, изготавливают изделия из глины, расшивают, расписывают пасхальные яйца, всего не перечислить. Как заканчивается Рождество и начинается уже подготовка. В принципе, постепенно, по праздникам церковным мы идем по темам. И как бы уже завершая, так сказать, тематику маслинца, мы переходим уже на пасхальные украшения. Для этого пазарного, да, я лепил, я делала в керамике, я рисовала, делала поделки. Давно вы готовились к такому базару? Нет, мы почти каждый день приходим, чтобы что-нибудь сделать своими руками. Готовились несколько недель. А что вы делали? Расскажи, Машенька. Мы... Мы три поделки. Поделки мы делали. Мама вот эту локадку сделала. Мама сделала обувь. Как правило, средства, собранные на благотворительном базаре в Усове, идут в помощь многодетной семье или тяжелобольным прихожанам. Ныне решено помочь самой воскресной школе при Спасском храме. Здесь занимается огромное количество детей и бесплатно. Юные прихожане изучают закон Божий, церковно-славянский язык, занимаются творчеством, спортом. И даже, готовясь к очередному базару, педагоги стремятся не только к коммерческой привлекательности товара, но в первую очередь преследуют духовную, воспитательную, художественную и просветительскую цели. Кроме прекрасных детских поделок, здесь можно приобрести знаменитые Усовские лакомства, домашние соленья, традиционно богата книжная лавка, где широк выбор литературы о Елизавете Федоровне, духовных сочинений лучших богословов, детских книг. Священники Спасского храма, педагоги воскресной школы на Рождество и Пасху доказывают, устроить благотворительный базар не трудно, а о приобретенной радости, о том самом шаге к Богу стоит ли говорить. С наступающим праздником в Богослове! Ольга Винтер, Александр Зайцев, Одинцовское благочение для телекомпании Одинцова. Одинцовское благочение